Доброго времени! Хочу вам показать свою баньку. К слову, баньке 28 лет. Вот она вот так выглядит. Она покрашена. До этого предварительно было обработано отработкой бревна. Ушло отработки где-то литров 15 на эту баньку. В прошлом году мы ее покрасили краской зеленого цвета. В принципе, она держится. Банька стоит на фундаменте, на пасунках. Но ее надо поднимать. Здесь вот идет провод заземления. Дальше вот прибайник. Свет. Автоматы. Свет в баню раздельный. Свет как положено. Во флаконе. Чтоб лампочка лопнула, ноги не порезать. Баня покрыта лаком. Прибайник. Лак цвет рябина. Вот бревна тут не тесаны. Получается вот такой вот цвет. В бане оставлены отдушины. Специальные доски на пятниках. Оставил. Которые поднимаются для просушки пола. Выглядит это вот так. Одна с этой стороны. Другая с той стороны. Вот сама банька. Первые доски и последние у меня сделаны на пятниках. Это позволяет воздуху циркулировать под поле. И таким образом сохнет пол. Просушка. Они спокойненько отпускаются. Пол обработан алифой. Сверху покрыт лаком. Стены тоже тесаны. Стены были черные. Если посмотреть, то вот стены вот такого были состояния. Вот здесь я не дотесал за бани. За котлом решил не трогать. Камерка. Камер с открытым огнем. Камни здесь. Ну конечно не кубометр. Но три четвертых кубометра сюда влезаю. Стеклоткань, чтобы не дымела. Вот эти следы от дыма. Это до того, как я поставил стеклоткань. Печка покрашена краской. На основе глины. Она смывается водой. Вот тут мне свояк брызнул ковшом на железо. Сделал нехорошо и неправильно. Топка. Печка добротная. Сделана в начале 90-х годов. Даже в конце 80-х. В колхозе сварена. Железа тогда хватало. Четверочка. Очень удобно. Топка. Топка от старого котла. Я думаю, любой еврей от этой топки зашипит. Как черт от святой воды. Топка большая. Вот внутри печки. Внутри печки выложена кирпичом. Огнеупорным. И вот там стоит теплообменник. Вот эта труба. 50-го диаметра. Она с нержавейки. Она греет воду. Греет следующим образом. Здесь идет приток. Труба поставлена под уклоном. Холодная вода вытесняет горячую. Нагревается. И вот с этой стороны. С этой стороны она заходит уже в котел. Котел 300 литров. Вода не кипит. В бане воздух не сырой. Очень удобная. Единственное, я сделал соски 1-2. Как бы проходимость уменьшил. Но вот баня жарко натоплена. Вода не кипит. 300 литров прогревает спокойно. Полок. Полок сделал я откидной. Это очень удобно. Вот здесь вот можно мыть детей в ванночке. Особенно на второй день, когда уже на полу не так тепло. Это очень удобно. Лавки вот две маленькие. Низенькие лавки, чтобы было не так самому жарко мыться. На стенке лавка под банное приспособление. Под мыло. Тоже пониже, чтобы ничего не грелось. Здесь гардина совмещенная с полкой. Два света. Каждый включается отдельно в стекле. Обязательно. Потому что лампочка лопнет, чтобы ногами не наступить. Бак с холодной водой на 130 литров. Обвернут фольгопластом в два слоя. Слой внутренней фольгой развернут. Первый слой внутрь, как термос. Второй наружу. Вода не нагревается. Кран сделан снизу. Удобно наливать. Таз подставил. Удобно наливать. Вешалки для мочалок. И вот главная особенность. Это, конечно, потолок с фольгопластом. Потолок очень хорошо отражает тепло. Банька была натоплена добротно. Пол нагревается так, что по нему очень даже горячо ходить. Вот я помылся с сыном. Вышли в прибайник. Посидели. Зашли. И вот эти лавки пришлось опять окачивать холодной водой. Чтобы на них можно было сесть. Вот так вот уже выглядит полог. Вот я его откинул. Полог. Единственный, конечно, его минус это из сосны. Не из осины. Осина лучше. Она теплопроводимость имеет меньше. Полог пролифен. Олифа уже не выделяется. Олифа впиталась. Лаком крыть не стали. Оставили только одну олифу. А, вот еще на баке есть шланг с переливом. Шланг длинный. Шланг сразу вставляется в бочку с холодной водой. И набирается со шланга в бак с горячей водой. Закидывается шланг. И после того, как он набирается, перетекает сразу в бочку с холодной водой. Вот это перелив. Еще маленечко о печке. Раньше она вся дымела. Дымела вот по этим стыкам. Дымела также по дверьке. Вот там не хватало кусочка. Я вырезал. С нержавейки вставил. Туда забил. Дымела вот здесь дверька. Я сделал уголки. Накрутил стеклоткани. Стеклоткань не горючая. Она в данный момент сейчас не дымит. Вот уголки прикрутил на болты. Когда я ее пошел разбирать, вот здесь вот внутри печки было прогоревшее железо. Была наложена арматура под камни 30-я. Она вся прогнувшая и села. В данный момент, вот сейчас, конечно, не видно, но в этой печке стоит звездочка от ДТ-75. Это уже на века она не прогорит. И это надолго. Топка большая, вместительная. Ее забиваю полную дровами. Две топки и в бане жара отличная. Первая топочка на растопку небольшая, чтобы сильно не дымела. Потом на угли две хорошие. Сюда топки закидываешь, дров, и баня готова. Баня томится, закрывается с углями, и настаивается два часа. Жар получается добротный. Воздух сухой, приятно мыться. Ну что ж, товарищи, вот такая вот у меня банька. Банька мне досталась от дедушки. Баньки этой 28 лет. Вот так вот я ее постарался. Подшаманил. Все начистил. Все поменял. И она у меня не хуже новеньких. С легким паром, товарищи. Продолжение следует...